В начале было слово А потом появились растения, звери и птицы, и мы Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой! Здравствуйте, дорогие друзья! Когда я был таким же, как вы, то я не раз слышал о морском порядке Дело в том, что мой дедушка был военным моряком И строго следил за порядком в доме и даже за тем, как я одет Даже пуговицы к школьному пиджаку он меня учил пришивать по-особому, по-морскому Так, чтобы с изнанки не было видно ниток Вы спросите меня, а что это речь? О порядке завел, да еще о морском Просто я сегодня хочу вам рассказать одну историю В которой как раз и говорится о морском порядке Мне она очень нравится Послушайте ее Был в одном пароходстве корабль с названием Шпилька Да такой, что каждый моряк о нем слышал И не столько из-за чудного названия, сколько из-за боцмана, который служил на этом корабле Строгим был этот боцман, особенно в вопросах порядка и чистоты А уж если на палубу кто-то мусора бронил, то берегись, охота мусорить навсегда пропадет Никому боцман поблажек не делал Единственный, кто пользовался на корабле особой боцманской любовью, был хомячок по прозвищу Компас Ох и умный, ох и сообразительная зверюга Не уставал повторять боцман Он держал его в просторной клетке, расположенной прямо на полу каюты И иногда пытался выводить его на палубу Но то ли Компасу нужна была трава, то ли от рождения он был ленив, но гулять он отказывался Сразу торопился вернуться обратно в клетку Эх, издыхал боцман Не будь тебе Компас матросом, хоть ты сообразителем, да ленив слишком А Компас, казалось, не возражал Он даже кивал головой и по-своему похомячи улыбался в ответ Впрочем, Компаса любила вся команда И каждый для него старался что-нибудь сделать В клетке для хомяка оборудовали капитанский мостик и штурвал Сшили маленькую тельняшку для особых случаев И смастерили настоящий спасательный жилет Так и протекала жизнь на шпильке Размеренно и ладно Но однажды утром по громкой связи раздался голос капитана Боцмана в рулевую, срочно! Боцман, словно вышкаленный юнга, помчался по палубе И вскоре уже стоял на вытяжку перед капитаном Я хотел бы знать, что творится на этом корабле Или это теперь не корабль, а мусоровоз? И капитан указал пальцем на палубу Это что? Боцман вытаращил глаза и сильно покраснел Это? Это катастрофа! Произнес он и жутко засопел На палубе около рулевой рубки лежали несколько разгрызанных семечек И еще какие-то крошки Извольте навести порядок! Ну все, амба! Произнес Боцман мрачно, но потом решил свистать всех наверх Вот что, братцы! Сообщил он матросам Не ожидал я от вас такого Лучше бы тому, кто корабль наш опозорил, самому признаться Поскольку обещаю Все равно дознаюсь и тогда спешу с корабля без выходного пособия Всем ясно? Так точно! Дружно ответили матросы В воспитательных целях Боцман устроил генеральную уборку Но на следующий день он уже сам наткнулся на небольшой кусок баранки и крошки Которые валялись около каюты корабельного повара Кок! Сразу же заподозрил Боцман и тут же ворвался на камбус Я? Обиженно ответил Кок на все обвинения Я на флоте 15 лет и что такое морской порядок знаю Все равно я тебя выведу на чистую воду Пригрозил Боцман И в полной уверенности, что Кок больше не посмеет безобразничать Занялся своими делами Но на следующее утро Боцману доложили, что опять найдены объедки Только теперь около каюты первого штурмана Ах, вот оно как! Разнес Боцман И, невзирая на чины, высказал свои претензии к виновнику А затем попало радисту Затем помощнику механика Потом еще двум матросам И неизвестно, чем бы все закончилось Если бы Боцмана от переживаний не начала мучить бессонница Как-то ночью вворочался он сбоку-набок И вдруг услышал какое-то шебуршание в клетке у компаса От нечего делать Боцман стал наблюдать за хомяком А тот, опасливо оглянувшись Просунул лапку между стальными прутиками дверки Нащупал задвижку и вдруг раз И поднял ее Клетка оказалась открытой И компас тут же выбрался из нее Перебежал каюту и шмыгнул в вентиляционные отверстия под дверью Стой! Хотел крикнуть Боцман, но удержался Прихватив с собой фонарик Он босиком отправился вслед за компасом Тот оказался ловким малым Он вскарабкался по трапу и выскочил на палубу Так вот, почему он у меня не хочет гулять Он и без меня нагуливается вдоволь Произнес себе под нос Боцман А компас, побегав по палубе, в конце концов Выбрал себе местечко на баке И, устроившись поудобнее, достал из-за щек заранее припасенный провиант И начал его с удовольствием поедать Ах ты, негодник! Громко произнес Боцман и хотел было поймать хомяка Но компас оказался намного ловчее, чем этого можно было ожидать И сбежал Боцман включил фонарик и посветил на то место, где только что сидел зверек Там валялись крошки и небольшой кусок сухаря, недоеденного злоумышленником Комбас! Комбас! Зловеще зашептал Боцман Но найти его на ночной палубе оказалось делом непосильным И Боцман отправился к себе Размышляя о том, что он обидел полкоманды подозрениями И решая, как бы лучше все исправить И знаете, он нашел простой и честный способ На общем построении повинился И попросил у всех прощения За это его зауважали еще больше А что касается компаса То дверцу клетки Боцман стал запирать понадежнее И ночные похождения хомяка закончились Зато теперь он не ленился И прогуливался вместе с Боцманом по палубе И невозможно было удержаться от улыбки Глядя на важного Боцмана и хомяка в маленькой тельняшке Вот такая история, мои дорогие Бедный Боцман поспешил всех подозревать да обвинять А виновником всего оказался его любимец, хомяк А значит и сам Боцман Но он поступил как человек мужественный и мудрый Он не стал себя оправдывать А честно перед всеми повинился Думаю, эта история ему помогла избавиться от подозрительности Да и нам напомнило, насколько это неприятная и даже опасная вещь Чем она опасна? Да тем, что от подозрительности до осуждения всего один шаг Так что давайте, дорогие мои, стараться избегать ее всеми силами На этом я с вами прощаюсь До новых встреч Ангела вам всем хранителя Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok